Как любая женщина, я хотела похудеть, быть еще стройнее, красивее, звонче. Так как я танцую ирландские танцы, слушаю и очень люблю ирландскую музыку, то мне бы очень сильно хотелось попробовать эту страну на вкус. А насколько я слышала, в Ирландии едят исключительно натуральные продукты. Поэтому я решила попробовать диету на натуральных продуктах. Натурпродукт. Что может быть вкуснее и безопаснее? Сегодня все больше людей отдают предпочтение именно ему. Яблоки без дифинила, курица без байтрила или вамистина, творог без плесени и дрожжей, сметана без карагинана. Эти названия даже на слух-то неприятны. Что уж говорить о тех неудобствах, которые они доставляют людям, что ежедневно принимают их в пищу. Настя решила навсегда распрощаться с вредными добавками. Может ли позволить себе такую роскошь житель мегаполиса? Что это, миф или реальность? За ответами на все вопросы отправляемся в гости к нашей новой героине. День первый. С чего начнем? С зелени, конечно. Это единственное, что можно без особых усилий вырастить на балконе или на окне. Через пару месяцев урожай взойдет, и можно считать, что прекрасным лекарством от депрессии, авитаминоза и непредвиденных болезней Анастасия обеспечена. Кто-то, конечно, поспорит, мол, на прилавках это чудо природы отыскать можно в любое время года. Но, как показывает практика, не всякий зеленый букет способен пережить элементарный переезд из магазина до дома. Несчастная травка уже по дороге жухнет и чахнет. Увидание зелени связано с интенсивным испарением влаги, и нет никакой взаимосядей с содержанием нитратов. Какие бы удобрения ни вносились, при поступлении в продажу продукция проходит определенную проверку. Поэтому продукцию, которую мы употребляем, она абсолютно безвредна. Посадим еще огурцы, немного помидоров, перец болгарский и баклажаны. Между прочим, свежие из зелени овощи – классические ингредиенты ирландской кухни. Готово! А пока вся эта овощная поляна не взошла, неплохо подумать о том, как бы снизить концентрацию нитратов в уже имеющихся зелени и овощах. По одной из народных версий их можно замочить. В воде лучше оставить часа на два. Считается, что этот прием позволит снизить концентрацию вредных веществ в процентов на 40. Если времени немного, то продукты предлагают предварительно порезать кубиками. Тогда время замачивания сократится до 15 минут. Успехом пользуется и такой способ, как термообработка. При варке содержание нитратов уменьшается процентов на 80, при жарке – только на 10. Впрочем, некоторые диетологи с этим не согласны. Невозможно их каким-то образом удалить. И более того, соли, азотный, азотистый кислот – вот те самые нитриты и нитраты – они абсолютно необходимы для нормального роста растений. На самом деле вред нитратов, как и нитритов, очень сильно переоценен. Наибольшее количество нитритов у нас содержится в колбасах, в сосисках, в сардельках, потому что именно нитриты придают цвет мясным продуктам. Однако наша героиня сдаваться не собирается и планирует заняться приготовлением мясных блюд. Но кто же знает, чем эту курицу кормили. Поэтому и ее тоже Анастасия замачивает в соленой воде. Ну а пока можно и чашечку чая выпить. Что там, печенье, вафли? Читаем этикетку. Сахар, мука, маргарин, трансжиры, пальмовое масло. Пальмовое масло – это полноценный растительный, питательный продукт, который по своим свойствам очень мало отличается от подсолнечного масла, от оливкового масла, от всех остальных. И на мой взгляд, здесь гораздо больше политики, чем медицины. Пальмовое масло гораздо дешевле. И производители животных жиров, они, конечно, очень обижаются на то, что у нас пальмовое масло вот столь широко применяется. Ладно, возьмем изюм. Впрочем, и тут загвоздка. Перед употреблением, купленным в магазине сухофрукт, советуют тщательно промыть, так как при промышленной сушке он опрабатывается серой и другими химикатами. Кажется, изюма нашей героине тоже перехотелось. Время к ужину подходит, а она так ничего и не съела. В овощах нитраты, в вафлях и печенье пальмовое масло, в изюме и кураге – сера. Хорошо, что есть макароны из твердых сортов пшеницы. Там всего-то вода и мука. На кетчуп даже не смотрим, там сплошные Е-ЭГМО. Такими темпами Анастасия совсем скоро научится проращивать пшеницу, разводить кур и ставить ульи в лесу, как братья ирландцы. Может, хоть оливковым маслом приправить блюдо, но нет. И здесь осечка вышла. В ирландской диете, основанной на натуральной продукции, употребление такой заправки не предусмотрено. Оливковое масло у нас пользуется популярностью сейчас. Если в нашем регионе мы не производим его, соответственно, мы от него отказываемся. У нас же производится льняное масло. Может быть, конечно, по вкусовым качествам оно уступит оливковому маслу, но зато это то, что сделано у нас. Возьмем сметану от местных производителей. Образец под номером один приобретен у знакомого фермера. Второй куплен в ближайшем супермаркете. Теперь проверим, насколько они безвредны. Поместим нашу сметану в горячую воду. Фермерский продукт растворился практически сразу, оставив на поверхности только жирную пленку. Магазинный распался на белые хлопья и комочки. Это значит, что в нем содержится не очень полезный каррагинан, который добавляют в сметану для сгущения. Природный загуститель каррагинан получают из красных морских водорослей, произрастающих у берегов Ирландии. Студенистые экстракты в течение сотен лет использовали в качестве пищевых добавок. Ими и сегодня сдабривают молочные, кондитерские, колбасные и рыбные изделия. Но совсем недавно американские ученые забили тревогу. Они доказали, что каррагинан во время пищеварения выделяет токсичные вещества, которые вызывают множество тяжелейших заболеваний. Ну что, отправляемся танцевать. Где, как ни в танце, можно почувствовать себя причастным к той или иной культуре. И так руки и спина прямые, работают только ноги. Размахивать руками ирландцы перестали еще в пятом веке. Церковь ввела запрет на этот вид искусства. Католики посчитали, что энергичные движения приносят несчастье и притягивают нечистую силу. Руки вдоль корпуса, чтобы церковь не гоняла, чтобы это не были дьявольскими танцами. Но, как вы можете убедиться, мы так ногами машем, что, знаете, если уж руками не сможем никого призывать, то уж ногами-то очень справимся. Танцы были под запретом, но ирландцы продолжали обучаться этому искусству. Тайна. У каждого мастера был свой стиль и своя школа. Их именами до сих пор называют основные шаги в сольных танцах. Освоить их не так-то просто. Но если человек худеющий решит обучиться этим замысловатым па, он нисколько не ошибется. Ирландские танцы улучшают осанку, тренируют сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Ты когда ногу поднимаешь, ты поднимаешь не только ногу, ты, во-первых, напрягаешь спину, чтобы ее удержать. Во-вторых, если он в прыжке с прямой ногой, так тут участвуют даже мышцы руки на самом-то деле. Мы не конструктор, мы связаны в единое целое. А вот этот танец до сих пор исполняют во время одного из самых таинственных ирландских праздников. Его отмечают 1 мая. Считается, что в этот день мир потусторонний соприкасается с миром людей и на землю спускаются феи. И чтобы удача и благополучие не отвернулись, их нужно развеселить и накормить. Лучше всего медом. Сегодня продукты пчеловодства чаще других страдают от всевозможных подделок. Эксперименты показали, что в нем может содержаться и крахмал, и вода, и мука, и даже мел. На наличие последнего проверим наши опытные образцы. Для этого капнем на них немного уксусной кислоты. Теперь смотрим. В первом случае изменений не произошло. Во втором наблюдаем появление пены. Это значит, что в составе любимого лакомства есть мел. Такой мед, конечно же, лучше не есть. Некоторые полагают, что с мелом в организм поступают кальций, полезный для зубов и костей. Но в действительности все совсем не так. Кальций, который содержится в этом продукте, не усваивается. И если бесконтрольно употреблять его в пищу, увеличивается риск развития сахарного диабета и панкреатита, поскольку известь не растворяется и имеет свойство оседать на поджелудочной железе. По-настоящему чистый кальций можно приобрести только в аптеке. Ирландская диета есть, танцы тоже имеются, дело осталось за малым. Совершить увлекательное путешествие на изумрудный остров, родину эльфов, фей или приконов, которые, согласно преданиям, могут исполнить любые три желания. Неплохо было бы загадать и, наконец-то, похудеть. Но если в Ирландии трава зеленеет практически круглый год, то отыскать такой райский уголок в средней полосе России, скажем прямо, проблематично. Но выход есть. Анастасия отправляется в ботанический сад. Тут вам и лимон, и пальмы с бананами, и инжир. Дерева фей только не хватает. Пожалуйста, фрукты, выращенные на родной земле. Можно, не задумываясь по всем правилам ирландской диеты, угоститься доморощенными плодами. Впрочем, диетологи продолжают вести споры вокруг такого чистого питания. Если вы банан сумеете вырастить в нашей оранжерии, а морковку нам привезут из Эквадора, поверьте, организм не увидит разницы. Наша морковка эквадорская, она будет усвоена с ней абсолютно одинаково. Если вот на поводу этой идеи пойти и попробовать ее развить, тогда получится по поговорке, что русскому хорошо, то немцу смерть. То есть, по идее, тогда мы только как переезжали бы в другую страну и начинали бы кушать местную пищу, мы бы в лучшем случае тяжело страдали, а в худшем, наверное, тут же переходили в мир иной. Этого же не происходит. Впрочем, чтобы здоровье не подорвать, к выбору фруктов и овощей подходить стоит с осторожностью. Для следующего эксперимента нам понадобится два яблока. Оба, понятное дело, куплены в магазине, что называется, не в сезон. Возьмем нож и проведем лезвием по одному из них. Смотрите, на ноже серая стружка. Это значит, что яблоко для сохранности обработали парафином. А вот следующее опустим в горячую воду. Видите маслянистую пленку на поверхности? Это свидетельство того, что наливное есть нельзя, ни в коем случае. Оно подверглось другой обработке – дифенилом. Дифенил или Е230 является достаточно сильным аллергеном и может вызывать как местные кожные реакции, так и более тяжелые последствия для организма – отдышку, расстройство работы желудочно-кишечного тракта, отеки. Кроме того, дифенил влияет на работу центральной нервной системы, вызывая ее чрезмерное возбуждение. В результате человек страдает от недосыпа и кошмаров. Применять эту добавку в пищевом производстве запрещено в большинстве стран мира. Я продолжу этот эксперимент, потому что это вообще очень интересно – находить настоящие живые продукты. Это полезно. Я надеюсь, что я стану ближе к своей стране мечты – Ирландии. Почему бы и нет, если подобные эксперименты приносят удовольствие? Да и к тому же давно доказано – счастливый человек склонен скорее сбрасывать лишний вес, нежели набирать его. Поэтому ничего не остается, как пожелать Анастасии удачи. И пусть путешествие в сказочную зеленую страну состоится как можно быстрее. Ведь мечты обязательно должны сбываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова